Так вот здесь живёт семья Андрея Устинова Добрый день! Вы не против, если немножко посмотрим, как вы хозяйничаете зимой? Людям интересно, как зимой, потому что там видео были летом, а зимой ещё нет. Игнатий Тихоновича попросили, и он меня. Игнатий Тихоновича Самодельная, да? Верно, отходит там. Это всё, там всё, свиньи едят или это всем? Да, и коровы, и коровы. Не знаю, шум этот слышно, не слышно, но... Так, здесь... Вон, это столярный цех. Сейчас, правда, пока я не работаю, мороженое там до холода. Тут печка есть. Ну да, зимой натопишь. Как тепло. Ну, когда холодно дерево, оно же имеет свойство, как-то не поддаётся, или это без разницы ему? Не, оно у меня сухое, допустим, тут тёплое уже. Да, я уже протоплю несколько дней топишь там. Это такой станочек сегодня? Да, маленький такой. Ну и что это, окна, двери? Да, двери, окна там. Да, так, что-то табуретки. Табуретки, столы, полочки, да? Да, вот такой. И шкафы бывают уже. Да, бывают. Да, у моего отца была куча талантов. Он и столярный, и печник, и часовщик, и бензопилы, и мотоциклы. Зачем не возьмётся? Я образования никакого. Школу закончил там, не знаю, помню, 7 классов или 8. Ну, здесь тоже, правда, почти много чего уметь. Да, здесь никуда не денешься. И ветеринаром быть, и животных не сеять. Конечно, в детстве у меня было тоже такое интересное. Хозяйство было. Тогда у каждого было хозяйство. А сейчас в село приезжать же редко кто же. Ну, там куры, может, свиню кто-то, ну, держит свиню. А уже овец, редко у кого овцы. Коровы редко тоже у кого. Перешли в село, ну, легче купить. То есть, это всё-таки труд, это надо... А так пошёл, купил легко. Ну, что купил, неизвестно. Вот это здесь подмена, конечно, происходит. Я сейчас пойду кормить тебя. Ага. Углярка. Ну да. Тоже тепло. Сейчас опять запотеет. Ну я протираю с мороза. Ну а так на продажу или свинину кушать? Да, мы едем. Есть? Хорошо едем. Для себя вот так, поворачивай. Уже скоро будет год. Я тоже от мяса вообще отказался. То есть я как-то начал себя тяжело чувствовать. И мясо тяжелое. Ну курятник. А вот еще один. Кот, который гуляет сам по себе. С корова на улице. Ну а быстро уходит. Ну а. В воду снега много. Надо с крыши скидывать. Прямо полметра больше. Снег уже такой плотный. Редко такое бывает. Под крышей. Такой снег, да? Ну, снежная зима. А баня где? Где у вас баня? Баня у нас вон. Вот эта баня здоровая такая, да? Ух. Семья большая. Ну да. А вот это еще бочка какая-то или что? Там зерно хранится. Хранилище. Зерно хранилище. Ну вот такая бочка. Это железная бочка? Да, железная. Ты привез сюда и еду? Ну а здесь недалеко было. Приволокли. Ага. Это погреб. Погреб. Бетонировал? Или... Не, он там кирпичом обложен. Стены. Ну, вода поступает весной. Поступает? Да, здесь вода близко. Глиняный затвор делал? Нет, наверное. Вот я это узнал от Игнатия Тихоновича, а у меня отец сделал. И никогда, вот где-то там кто-то говорит, там вода поступила глиной и хорошо ее утрамбовать. Она не пропускает и все. Делали это очень давно. Ну, вот это сейчас весна будет такая, наверное, вода будет подходить. Поэтому, если время... Ну, сейчас ты где глину-то найдешь, конечно. Если была где-то глина, можно... Ну, что там еще? Коровы посмотрим, или? Да, к ним тут не пройдешь. Тут не пройдешь? Две коровы, да? По сравнению с Игорем, там интереснейшее. Я с Игорем договорился на 7 часов. Прихожу в 7 часов, темно, думаю, мало ли, но не стал, ушел я. А может, ты прикололся, Игорь, немножко? Думаю, приди. Почему он это? Там свет у него горит, я хожу топить там. 6,5 часов. Ну, я смотрю, свет же так, я по следам все раз, туда-сюда. Нет вроде. А может, ну ладно, уже приду. Завтра уже посниму. У него там интереснее насчет коровы. Да, там у меня по коровам получится. Ну, спаси Христос, пускай люди видят. Ну, я не знаю сейчас, городским это, насколько интересно. Это, в первую очередь, конечно, надо иметь веру. Здесь главное, это не коровы, не куры, не свиньи, да? Нет, ну, если сюда ехать, чтобы что-то обогатиться, то смысла нет. Конечно. Здесь главное есть истинный батюшка, храм, в котором выполняются каноны церковные, что не увидишь сейчас практически нигде. Это жемчужина православия, поэтому много вопросов задают. У меня знакомые мои, они знают, что я уехал. И вот вчера была беседа с одним москвичом. Он так ему интересно, говорю, да-да-да, я скинул ему данные, это, интернета там. И он уже один ролик посмотрел, немножко рассказал, он удивлен такой, да ты что. Ну, человек, то есть, если далек от этого, он думает, ну, что, храмы везде есть, все ходят в храмы, а то, что это проходной двор и никакой веры, то есть это никто не задумывается. Троюрены у меня брат, прямо там на родине, в деревне. Не в деревне, а он на хуторе там живет. Вот. И тоже там бывает, у нас на Украине-то вели какие-то галстуки, там даже желто-синие какие-то галстуки детям вели в школе. И дочь его приходит в школу и говорит, ну, там надо готовиться, какой-то хэллоуин будет, то есть какой-то. Учительница сказала, это, я не знаю, это или костюмы какие-то там делал. Но он это запретил, там позвонил, это учитель говорит, что вы делаете? Вы не понимаете, что вы делаете? Ну, ему сразу, да, что вы там сильно глубоко удались в эту веру? Мы тоже в храм ходим, исповедуемся. Ну, человек даже не понимает, что такое. Ты ходишь в храм, исповедуешься, и какой-то на хэллоуин идешь. Это какой-то, не знаю, шабаш нечистой силы этой хэллоуин. Там, если посмотреть, я смотрел, в Бразилии или где-то в Америке там ходят. Там не различишь, там бес будет среди этих людей ходить. И никто не различит, он будет там в середине, в толпе этой. И там наверняка они ходят. То есть отпадение страшное. Веры никакой. В чего это все превратилось-то? Ну, ладно, брат. Спаси Христос, у нас еще 10 минут. С Богом. С Богом.